Здравствуйте, друзья! В эфире Инсталайф. Меня зовут Роман Полинсков. Продолжаем готовиться к приему в Казанский Федеральный Университет 2022 года. И сегодня мы с вами поговорим с представителями Института информационных технологий и интеллектуальных систем. С вашего позволения представлю гостей, которые к нам сегодня пришли. Михаил Михайлович Абрамский, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Михаил Михайлович, приветствуем вас. Добрый день. И Ирина Александровна Максимова, заместитель директора по развитию. Вам тоже добрый день. Что ж, коллеги, у нас есть уже небольшая такая пачка заготовленных вопросов. Помимо этого в Инстаграм хочется напомнить, что во время нашего эфира можете задавать свои вопросы. Мы их обязательно озвучим и проговорим. Но перед этим предлагаю вам небольшое вводное слово о вашем институте. Большое спасибо, Роман, за возможность вновь в таком режиме обратиться к нашим дорогим абитуриентам. Мы всех всегда очень ждем с распростертыми объятиями. Мы институт, который был создан относительно недавно, в 2011 году. Этот набор будет у нас уже 12-м. И наша миссия, тем не менее, не поменялась. Мы выпускаем тех людей, которые будут занимать ниши разработчиков, аналитиков, тестировщиков в IT-компаниях нашего города, республики, страны, ну и потом уже и мировые компании. Нас отличает очень большая доля практикориентированной подготовки. Мы свои планы синхронизируем с индустрией, которая участвует в формировании, какие курсы мы будем делать, такие проекты мы будем делать. Наши компании-партнеры, они работают с студентами уже даже начиная с первого курса. Вот уже в последнее время они к младшим курсам присматриваются. Поэтому мы вас ждем. Ну, а на все остальные уже подробные вопросы, я думаю, что мы ответим в процессе инсталайфа. Спасибо. Александра, есть что добавить? Добрый день. Я также хочу вас всех поприветствовать, и будущих наших абитуриентов, и родителей. И сейчас начинается такая сложная пора. Вы выходите на финишную прямую, готовитесь к экзаменам выпускным, к ЕГЭ. Я желаю вам, конечно же, удачи, не волноваться, чтобы у вас все хорошо прошло. И мы всегда вас рады видеть в наших стенах университета, видеть в наших инсталайфах. Сдавайте вопросы, пишите, всегда будем отвечать вам. Замечательно. Ну что же, предлагаю перейти тогда к вопросам, которые у нас уже есть. Начнем с первого. По какому принципу отбираются кандидаты на платное обучение? Число мест очень сильно ограничено, а желающие, догадываюсь, всегда есть. Я начну, что у нас традиционно вообще в бакалавриат университет, это первая ступень образования, отбор происходит по результатам преимущественно баллов ЕГЭ, плюс, возможно, некоторые еще наборы доп. баллов, но основной костяк баллов это три экзамена, у нас они неизменны, это математика, профильная математика, информатика и русский язык. Соответственно, бюджетные места у нас это лучшие баллы, да, ну а после этого уже идет порог контрактных мест. Тем не менее, на контрактных местах есть так называемые грантовые места, это когда за контрактника платит республика, за что он должен столько лет, сколько получал грант отработать в одной из компаний Татарстана. Но в целом это, разумеется, конкурсная основа, поэтому, ну, надеюсь, что я ответил на вопрос. Ну, я могу добавить, что зачисление происходит, естественно, по результатам вашего рейтинга, по наличию оригинала аттестата. И хочу отметить, что в этом году изменится немного правило, если вот предыдущие два года, 21 год и 20 год, достаточно было только написать согласие на зачисление, то в этом году опять мы возвращаемся, что вы должны предоставить именно оригинал своего аттестата до издания приказов, и если на контракт, то, конечно же, вы должны заплатить. Но обращаю ваше внимание, что поступление платежа, если у вас там низкие баллы, вы по рейтингу не проходите, то есть мы вам гарантировать не можем. Поэтому обращаю внимание, что мы все по-честному, рейтинг, он определяет все. Просто как раз-таки были случаи, что некоторые, может быть, когда-то в прошлое, несколько десятков лет назад, было так, что, ну, лет 20 назад, что те, кто зачислили, те, кто заплатили деньги, они уже автоматом зачислены. У нас не так, у нас большое соревнование, это и между контрактами и студентами, поэтому все-таки это, в первую очередь, рейтинг плюс оплата в такой непосредственности. Хорошо. Ответ на следующий вопрос уже проговорили, но лучше его продублировать, потому что в Инстаграм у нас все больше и больше людей заходят. Вопрос следующий. Какие предметы нужно сдавать, чтобы поступить к вам? Я повторю еще раз, вообще не вопрос. Это профильная математика, это информатика, это русский язык. У нас, сразу скажу, что одно направление подготовки, в ней есть, собственно, две программы образовательные, но направление одно, оно называется программный инженер, это 090304. В Казанском университете в Казани у нас единственный, мы в культе, где программный инженер, можно поэтому не запутаться. Математика, профильная математика, информатика и русский язык. Хорошо. Готовьтесь и сдавайте. Следующий вопрос. Если я выиграю грант в ИТИС, то смогу ли перейти на бюджет на первом или втором курсе в связи с тем, что закрою все на пятерке? Спасибо за вопрос. Смотрите, бюджетное место, оно выделяется под абитуриента, когда он уже поступил по приказу, и оно с ним сохраняется все время в течение его обучения. Освобождение бюджетного места происходит в таких случаях, когда студент отчисляется, переводится, ну, в принципе, то есть он выбывает из контингента, да, освобождается место, на которое можно претендовать только по истечении года обучения, и это конкурсная основа, то есть есть заявления от лучших контрактных студентов, которые подаются, они идут причем не ко мне в институт, они идут в общую университетскую комиссию, которая же на основании результатов сессии принимает решение о переводе студентов на бюджетные места, освободившиеся. Да, поэтому такая возможность появляется, но только когда освобождается бюджетное место и по результатам конкурса. Ну, такие случаи есть ежегодно. Да, да. Хорошо. Следующий вопрос очень интересный и короткий. Есть ли у вас отсрочка от армии? Отсрочка от армии есть на любой образовательной программе бакалавриат. И магистратура в том числе, да. И отсрочка действует, если человек берет академический отпуск. То есть человек, обучившись, например, в техникуме, и ему 18 лет исполнить, когда он был студентом техникума, и он решил поступить уже в высшее учебное заведение, то тогда уже, естественно, отсрочки для него нет, потому что он уже один раз воспользовался этим правом, и, конечно же, придет повестка в армию. Но если человек после школы поступает в ВУЗ, любой ВУЗ, и в том числе к нам, то отсрочка, естественно, действует. Хорошо. Идем дальше. Следующий вопрос звучит следующим образом. Какую специальность можно выбрать, если я сдаю информатику, русский и математику? Вот под специальностью, наверное, понимается, по-старому специальность по-новому это направление подготовки. Я еще раз по этому проговорю. Это программная инженерия. Шифры этой специальности в бакалавриате 0.9, 0.3, 0.4. Собственно, это и есть ИТИС в Казанском университете. Я вот, может быть, дополню еще ответ. У нас на сайте для абитуриентов КПФУ есть калькулятор ЕГЭ, где вы можете загрузить свои экзамены, которые вы будете сдавать, либо сдавали уже, и вам выйдут все направления подготовки, которые есть именно с этим набором экзаменов. Мы, конечно, наизусть не помним, куда еще с информатикой к нам университет на какие направления принимает. Мы знаем свое. Хорошо. Нужно ли сдавать какие-то внутренние вступительные испытания, кроме ЕГЭ? Если это бакалавриат, не нужно. Если нас вдруг слушает магистратура, тоже уже вторая ступень, выпускники будущего бакалавриата, то там, разумеется, экзамены внутренние. О них отдельно мы и в некоторых дверей проводим. Магистратура на сайте тоже в разделе магистратуры написано. Бакалавриат – это исключительно ЕГЭ, кроме... Кроме выпускников техникум, то есть тот, кто закончил СПО. Кроме тех, кто закончил... А что они сдают? Они сдают, кстати, также три экзамена русский. То есть математика, информатика, русский язык. И в этом году есть новшество, что для такой категории абитуриентов отдельные конкурсные... То есть отдельные экзамены проходят. Ну, уровень сложности такой же, да, как уровень сложности ЕГЭ. И также внутренние экзамены могут сдавать, кто к нам поступает в бакалавриат, но уже получил высшее образование. У нас такие случаи были, когда люди, закончив несколько лет назад, другие факультеты, направления, захотели становиться именно программистами, решались на это четырехгодичное обучение. И также имеют право сдать внутренний экзамен. Это дети-инвалиды, которые в школе сдали ЕГЭ. Ну, может быть, у них там не очень хорошее, либо они хотят попробовать еще себя. И они, вот дети-инвалиды, имеют право сдать внутренний экзамен и использовать более лучшие результаты ваших экзаменов при поступлении в университет. И иностранные студенты. Да, иностранные студенты, конечно же. И хочу подчеркнуть, что экзамены внутренние у нас проходят как в дистанционном формате с применением системы прокторинга, так и в очном формате. Хорошо. По магистратуре и по иностранному мы еще дальше пройдемся. У нас есть такие вопросы. Следующий. Есть ли у вас программы на английском языке? Да, спасибо за вопрос. У нас как раз в этом году будет первый набор на англоязычную магистратуру, которая называется Methods and Tools of Software Engineering and Official Intelligence. Это программа магистратуры, посвященная технологиям разработки ПО и системы искусственного интеллекта. Значит, она двухгодичная, и она у нас будет в ней большая онлайн-компонента. То есть на самом деле мы планируем, что может так случиться, что все два года магистратуры наш студент-магистратур к нам приезжать не будет. Но может и приехать, соответственно. То есть это именно и для иностранцев, и для россиян, которые хотят получить вот такую вот магистратуру. Это наш будет первый на нее набор. Бакалавриате же наше обучение остается на русском языке, но у нас есть небольшая такая практика. Мы студентов-иностранцев из дальнего зарубежья часто зачисляем в одну группу. И преподаватели, которые там работают, некоторые, они бывают, что иногда переходят на английский язык. Хотя скажу сразу, что мы привыкли от иностранцев ждать, что английский знает лучше, чем русский, но не всегда это происходит таким образом. Специально мы на английском языке не преподаем. Врать, что на некоторых предметах это некий договоренность между преподавателем и студентом. Хорошо. От магистратуры вернемся к бакалавру. Какую роль при поступлении играет школьная характеристика? Никакой, кроме того, что, во-первых, ну, у нас нет такого механизма, при котором мы вот к нам даются документы, мы читаем, о, какой классный парень, давайте в рейтике продвинем. Это незаконно. Но некоторые достижения портфолио абитуриента на самом деле можно сконвертировать в дополнительные баллы, которые регламентированы. Они есть на сайте в правилах приема, в частности, к ним относятся участие в конференции Лобачевского специальной секции проектной деятельности школьных IT-команд. Это у нас аттестат с отличием. Это у нас профильные олимпиады и многие-много другие. Я советую, чтобы мы не перечитали, посмотреть на сайте. Повторюсь, в правилах приема есть полный перечень баллов. Это общий университетский перечень, кроме проектной деятельности школьных IT-команд, это наша внутренняя вещь. Да, но если вы побеждали в других секциях нашей конференции имени Лобачевского то вам тоже будут даваться дополнительные баллы. Поэтому мы просто рекомендуем на сайте ознакомиться с этим перечнем. То есть возможностей достаточно. Возможно. Да, да, да. Можно причем посмотреть, что нужно набрать, и пытаться это набрать. И как раз к этому хочу дополнить, что с 14 января открылся отбор на нашу всероссийскую, уже даже можно сказать, международную конференцию имени Лобачевского, которую наш университет проводит. И у ИТИСа там есть своя секция проектной деятельности школьных IT-команд, где вы своими друзьями в 2-3 человека можете скоперироваться, создать проект и его онлайн загрузить на нашу систему конференции. Мы это проверим. Это заучный тур называется. И потом вас будем приглашать именно на очный тур, который будет проходить где-то 26 марта, в субботу. И уже вы будете защищать свои проекты. Проекты могут быть как сайт, мобильное приложение, мобильная игра, в области интернет вещей. То есть все, что касается именно IT-технологий. Может быть, телеграм-бот вы какой-то сделаете. И потом участникам, каждому участнику этой команды присуждаются эти баллы. И хочу сакцитировать ваше внимание, что баллы именно ребят, которые в этом году заканчивают школу, то есть вы 11-классники, вы получили эти баллы, вот они будут действовать в этом году в этой приемной кампании. Но если вы 10-классник, 9-классник или другие младшие классы, то, к сожалению, эти баллы у вас сгорают. Если вы потом захотите поступать вновь в Казанский федеральный университет, вам все равно в 11-м классе нужно будет принять участие, победить, занять первое, второе или третье место вот в этих конференциях, научных конференциях. Следующий вопрос. Можно ли перевестись к вам после первого курса из другого вуза? Вообще переводиться можно на контрактные места, если они свободны, но в принципе контрактные места им всегда попроще. Значит, необходимо при переводе, ну, во-первых, мы не берем всех подряд, потому что это вопрос, на каком направлении учился обучающийся и какие у него оценки. Тем не менее, если академическая комиссия института, она решает, что этот студент может у нас на программе быть, то абитуриент сдает академическую разницу. Это все те предметы из нашего учебного плана, которых у него не было, или которые были освоены не в полном объеме. Вот если он этот квест пройдет, в котором обычный экзамен больше, чем в одну сессию, то тогда он может быть зачислено в число студентов. Но это только после окончания первой сессии, и повторюсь, при наличии мест и при дополнительных, и при хороших оценках, которые позволяют принять решение, что можно допустить студента к этой процедуре. Следующий вопрос. У меня есть право на прием на бюджет в пределах установленной квоты, поскольку являюсь инвалидом с детства. Что именно дает эта квота? Могут ли меня не принять, если не хватит баллов, или как это работает? Давайте я тогда тоже отвечу на вопрос. Ну, конечно же, и для этой категории ребят, это дети-сироты, дети-инвалиды, существует конкурс. И вы должны отслеживать свою позицию в рейтинге и вовремя написать заявление о согласии и предоставить оригинал аттестата. То есть вы, когда будете просматривать ваши рейтинги, принимаете решение. И если вы проходите, то, конечно же, вы будете зачислены. И у нас 10 таких мест, потому что 100 бюджетных мест, из которых 10 мест вот для такой льготной категории граждан. И 10 мест обычно это для ребят-целевиков. То есть 80 мест у нас будет для общего конкурса. Переходим к магистратуре. Расскажите, пожалуйста, про программы магистратуры. Вот такой вопрос у нас. Так, ну магистратура вторая ступень образования, у которой есть несколько целей. Это либо продолжение углубленное бакалавриата, либо это некое перепрофилирование, либо это, скажем так, переход уже в сферу, скажем так, управления той деятельностью, которую вы занимаетесь в бакалавриате. У нас в ИТИСе направление магистратуры тоже программной инженерии. В рамках нее у нас пять магистрских программ. Одну из них я уже назвал. Это англоязычная программа. Собственно, оставшиеся четыре это уже не новые программы. Они все… Всем был уже хотя бы один набор, а по трём из них уже был выпуск. Наша флагманская программа самая первая. Она сейчас носит название аналитика управления разработкой. она же Product Development. Эта магистрская программа нами реализуется в том числе совместно со СБЕРом. В СБЕР, собственно говоря, у нас как раз-таки мы вместе с ним открыли в ноябре магистратуру Product Development, в которой студенты магистратуры ТИС обучаются по направлению разработки сервисов и решений на платформе СБЕРа. Это гостех так называемый. Соответственно, в рамках этой магистратуры мы также готовим системных аналитиков и менеджеров в проектах с помощью специальных курсов и специальной проектной работы. Две наши тематические магистрские программы направлены на две сферы. Первая — это робототехника, вторая — это разработка игр и RVR-приложений. Обе программы объединяет то, что они готовят очень квалифицированного специалиста, который будет знать все тонкости деятельности, связанные вот с упомянутыми направлениями. Если это робототехника, то это разработчик систем интеллектуальной робототехники, то есть это тот, кто пишет софт для роботов, при этом разноплановый. То есть это и поисково-спасательная робототехника, антропоморфная робототехника, социальная робототехника, это курсы по датчикам, по искусственному интеллекту, компьютерному зрению и так далее. То есть он полностью охватывает вот этот спектр дисциплин в рамках разработки ПО и разработки собственно как-то мозгов для роботов. Та программа, которая по технологии виртуальной дополненной реальности и разработке игр, это подготовка специалиста, который будет соответствовать приложению разрабатывать, причем с трех сторон, скажем так. Первая сторона вопроса — это программирование, это программирование игр, программирование приложений специализированных, это управление, разработка таких приложений, это аналитика таких приложений. Второе – это вещи, связанные с визуальной частью, то есть это моделинг, это дизайн уровней, дизайн персонажей, это, собственно говоря, дизайн нарративный. И вот как раз-таки это третий компонент этой программы – это именно часть, связанная с разработкой сюжета и игровой истории. То есть у нас есть три спецкурса по нарративному дизайну и по сценаристике, то есть есть курс по культурным аспектам Востока и Запада, то есть мы еще даем вот эту компоненту гуманитарную для разработчиков игр, для того, чтобы они могли это применять в своей будущей деятельности. И еще одна программа – это наша новая программа, которая открылась у нас вот ровно год назад, первый набор. Собственно говоря, мы ее продолжаем. Это программа, которая называется «Технологии искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения». То есть здесь мы даем полный обзор технологий разных технологий искусственного интеллекта, которые нужны для разработки современного ПО. По большему счету эта программа хороша еще и для тех, кто, скажем так, не сталкивается с искусственным интеллектом вообще и хочет именно получить широкий кругозор в этой области, потому что мы там охватываем все, что есть в искусственном интеллекте. Это нейросети, машинное обучение, анализ больших данных, анализ данных как таковой, это антологии, это семантические сети, это обработка текстов, обработка изображений, а также это оценка рисков проекта с искусственным интеллектом, это правовые основы таких систем, и это социальные и антропологические вопросы использования искусственного интеллекта. Вот такая программа у нас, она в первой версии носила название «Свободный искусственный интеллект», но вот наша большая фокус-группа абитуриентов просто не понимала этот термин, который мы связывали с понятием «liberal arts», как это и «свободная наука искусства», это был свободный искусственный интеллект, поэтому и назвали в этом году более традиционно «технологии искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения». Вот такие у нас пять магистратур. И добивочный вопрос, кому подходит магистратура? Всем. Вопрос в целеполагании на магистратуру, то есть ради чего туда идет обучающийся. Во-первых, если это выпускник технологического направления, то я советую посмотреть на программы либо с точки зрения переквалификации в аналитика или в PM, либо если он был разработчиком, допустим, веб-разработчиком, а хочется как раз-таки разработчиком систем робототехники или разработчиком компьютерных игр. Второй вариант — это когда есть выпускник смежных направлений с IT, ну, допустим, выпускник экономических направлений, да, или, скажем, ну, тот, у кого была, скажем, математика и IT, но это была не основная деятельность. Тогда этот человек должен получить некую базовую подготовку по программированию, которую мы даем в магистратурах, и он, в принципе, может практически любую программу выбрать. Если человек, допустим, имеет опыт управленческий и тоже когда-то заканчивал какое-то техническое направление, да и не обязательно заканчивал, но имеет опыт работы в индустрии, например, там, IT-отдел в банке и так далее, то вот как раз-таки я советую посмотреть в сторону искусственного интеллекта, потому что это как раз-таки может быть пищей для ума, как осуществлять так называемую цифровую трансформацию деятельности его компании и, собственно, как интеллектуализировать бизнес-процессы, ну, вот, собственно, с использованием всех технологий, о которых мы рассказываем. То есть, на самом деле, у каждой магистратуры есть свои целевые группы, вот, тут я бы советовал, если есть вопросы, задавать нам их, и мы даже порекомендуем персонально, что можно было бы рассмотреть. Вопрос из Инстаграма нам прилетает. А если после техникума связи на бакалавриат поступать, можно ли сразу на второй, третий курс или нет? Надо ли сдавать ЕГЭ в таком случае? Ну, по порядку. Каждый выпускник любого техникума, неважно, профильного, непрофильного, должен сдать внутренние вступительные испытания, три экзамена, математика, информатика и русский язык. То есть, это первый ваш вход. И потом вам все равно придется учиться именно с первого курса, потому что сокращенных программ у нас нет, не с одним техникум, и нужно обратить ваше внимание, что уровень знаний даже по той же самой математике, если вы у себя изучали в техникуме, значительно отличается от той математики, которая дается в высших учебных заведениях. Поэтому у нас не существует таких сокращенных программ. Ну, причем, хочешь сказать про математику, да, что как раз-таки вот у нас на первом курсе мы туда убрали целых три математических предмета сразу. И это матанализ год, это дискретная математика год, это алгебра геометрия год. Предмет, который нужен для теории вероятности, для матстата, для машинного обучения и так далее. И вот, собственно, их пропустить просто невозможно на самом деле, потому что это предметы, и читаются они тем более нашим мехматам, институтом математики и механики, вот, и поэтому, ну, через эту школу, конечно, надо пройти. Ну, я хочу еще добавить, что ребята, которые закончили техникум, они, конечно же, уже хотят выходить такую во взрослую жизнь, трудовую жизнь, и думают, как же совместить, либо сократить срок своего обучения, еще, там, не четыре года в бакалавриате, а меньше. Ну, вот срок, конечно, мы вам не можем сократить обучение, но предоставить возможность, чтобы как можно быстрее выходить в трудовую деятельность, вы можете выбрать тогда профиль, который у нас второй, с использованием дистанционных образовательных технологий. Тогда нужно про него рассказать. Да, тогда нужно вот рассказать. Я вот тогда слово Михаила Михайловича обратно передаю. Ну, все, я ждал, когда вы передадите слово. Итак, у нас есть новая вещь, прямо очень сильно, начиная с нашего, этого года набора. Долгое время мы принимали бакалавриат на одну образовательную программу, уже в рамках которой наши студенты распределялись и так далее. Это остается, но в силу событий последних двух лет, раз, в силу тенденции к снижению, скажем так, среднего возраста работы в IT-сфере, в силу кадрового голода большого компании. Вот мы приняли решение открыть еще одну программу, которая образовательную, которая называется «Разработка цифровых продуктов в распределенных командах». В этой программе предполагается подавляющее использование онлайн-обучения. При этом не онлайн-обучение в плане того, что мы не в аудитории находимся, а в Teams находимся, да, несинхронного, а именно асинхронного, с использованием онлайн-курсов наших компаний-партнеров, наших партнеров-вузов и так далее. Эту программу мы открываем для того, чтобы обучающийся мог собственное расписание построить так, чтобы он мог это совместить с работой. А, соответственно, курс он проходил бы в то время, которое ему удобно. То есть это же онлайн-курсы. Я не отрицаю, что там иногда будут вебинары по расписанию, или, может быть, какие-то занятия могут проводиться по расписанию, но это, очевидно, более разреженное расписание, которое уже удобно встроить в рабочий график. Об этом профиле мы будем подробно еще много раз рассказывать, потому что мы в настоящее время еще ведем переговоры с одной известной компанией, занимающейся онлайн-обучением. Я пока называть ее не могу, потому что нам нужно окончательно с ней договориться. Но в любом случае мы эту программу так или иначе откроем. И на каждом дне преддверия, на каждом стилайфе мы будем говорить уже новые и новые подробности о ней. Так вот, можно посмотреть в сторону этой программы, она тоже идет 4 года, но, повторюсь, она будет более щадяще относиться к вашему времени, которое вы хотите потратить на работу. Но хочу отметить, что этот формат очный называется, и отсрочка от армии у вас будет. Да, конечно, конечно. То есть это не заочка, это именно очное обучение, просто в другом формате. Интересно. Ну что же, у нас вопросы подошли к концу, предлагаю подытожить нашу беседу. Мы можем вопросы друг другу позадавать. Нет, я бы на самом деле еще хотел бы все-таки, если можно, вот я спросил бы Ирину, как раз Ирина Александровна, у нас занимается вопросами приема в институт. И вот вы говорили про изменения в этом году, касающиеся оригиналов документов. Подскажите, пожалуйста, нашим слушателям, зрителям, может быть, есть еще какая-то информация об изменениях, которые будут, чтобы они потихоньку к этому готовились. И еще немножко не могли бы сказать про лето, как нужно распланировать лето тому, кто будет поступать. Уехать в отпуск, да, и когда же уехать на море. Ну, вся такая вот пора активная, именно связанная с подачей документов, начинается с 20 июня. Вот открывается наша система abiturient.kpfu.ru, и вы уже сможете сидеть и создавать свой профиль. И там вы загружаете все свои данные, паспортные, СНИЛС, ННН, сканы, паспорты тоже, аттестаты с приложением. То есть фотографии, все вы туда загружаете. И все заявления на зачисление, согласие вы также загружаете онлайн. И вот обращаю внимание, что вот с этого года все вузы страны опять возвращаются к оригиналам аттестатов. То есть если вы через систему загрузите свое согласие на зачисление, но оригинала не будет, мы вас не сможем зачислить. И есть такая идея, чтобы упростить вот процедуру передачи оригинала к нам в университет, сделать такие мобильные офисы в других городах, не только в Казани. То есть если вы проживаете в другом городе, но не так далеко от Казани, и в этом городе будет такой мобильный офис нашей приемной компании, то вы сможете туда принести. У нас это в системе сразу же отобразится, что оригинал этот есть, и вам не придется преодолевать расстояние. Ну да, и причем это может быть город республики, но он ближе как раз к соседней. То есть если Альметьевск, например, Башкортостан будет приезжать туда. Может быть, это еще в других республиках будет открыто. Какие еще новшества будут? Ну вот я также сказала, что отдельные экзамены будут для выпускников техникумах, но уровень сложности будет такой же, как и ЕГЭ. И обращаю ваше внимание, что уже на сайте для абитуриентов выложены примерные вопросы, которые могут быть на этих внутренних вступительных испытаниях для выпускников техникумов, и для иностранцев, и для детей-инвалидов. То есть вы можете уже посмотреть, к чему вам готовиться, чтобы это не было так вот. Вы пришли, и что было в вашей голове, то вы и изложили. Все равно готовиться нужно. Вопросы сложные. Вы можете также сдать экзамены как онлайн, так и очно прийти. Ну и хочу напомнить, что второй год уже все вузы страны будут принимать, зачислять именно на бюджет. Это будет одна волна зачисления на бюджет. То есть если все предыдущие годы, за исключением 2021 года, существовало две волны, то здесь вот все в одну волну зачисляются. Конечно, это очень трепетно, очень нервозно. Может быть, надо проговорить, что такое одна-две волны. Может, нас слушают как раз люди, которые не сталкивались с этим. То есть дело в том, что раньше можно было подать документы, как бы входил предварительный приказ просто по общему списку. Затем был период, когда люди определялись, где они прошли, кидали туда оригиналы, где-то высвобождались места и поднимались из списка ниже. Люди, ну скажем, повыше тоже попадали. И после этого вторая волна закрепляла. Вот начиная с этого года, не с этого, с прошлого года, у нас второй волны нет. То есть необходимо вот уже до конца первой волны определиться и дать оригинал туда, куда вы хотите поступить. Да, вот это очень важно. Поэтому вы можете изначально подать заявление в несколько вузов. Это у нас получается 5 вузов на 3 направления, и на каждом направлении бюджет и контракт. А потом уже ближе к финальным срокам определиться, на какое направление вы хотите пойти, и там оставить оригинал. Вы скажете, так как же мы будем владеть информацией? Хочешь сказать, что на самом деле приемная комиссия тех институтов, которые вас заинтересованы, а мы, например, вас очень заинтересованы, у нас параллельно ведется работа по обзвону. Если вы, например, видите, что вы в рейтинге, вам не хватает 10 мест, до, допустим, грантового порога. Или бюджетного порога. Но мы вам звоним и говорим. Мы обзвонили этих коллег, и они сказали, что они в другое место подали. Вы можете доверять нашим сотрудникам и как бы уже полагаться на то, что вы точно пройдете. Единственное, что вот, почему про отпуск Ирина Александровна говорил, бывает такое, что внезапно вы вдруг можете пройти куда-то на бюджет, другое место, которое вы хотели. А оригинал аттестата у вас уже в другом месте, и вам как бы некому его забрать и перенести. Потому что это должен быть. Поэтому вот просьба эти вещи планировать, все-таки дождаться, когда приказ уже выйдет, из-за членов, тогда можете спокойно ехать отдыхать, став студентом первого курса. И подскажите, у нас есть еще время? Время еще есть. И вот уточняющий вопрос пришел по поводу вопросов, которые перед подготовкой. Где их искать? Вот эти примерные вопросы. Сайт admissions.kpfu.ru, либо заходите kpfu.ru, раздел абитуриентам и школьникам. Выбираете бакалавриат и программы вступительных испытаний. Так, ну а я все-таки хочу, у нас почему-то вопрос не поступил про институт, либо мы все прекрасно описываем на сайте, либо это пока неинтересно. Я все-таки хочу сказать, в чем фишка нашего направления, чем мы занимаемся. Итак, я скажу, что на первом году у нас большая математическая подготовка, но в то же время есть предмет, который называется информатика программирования, фактически первый вводный предмет специальности. И к концу первого курса у нас также у студентов есть опция выбрать предмет, который называется введение в проектную деятельность, где проходит первое знакомство с командной проектной работой. Вообще проектная работа – это одна из ядерных технологий образовательных у нас в институте, то есть каждый студент ИТИСа проходит через несколько проектов в течение своего обучения, и это не обязательно семестровые проекты, то есть это могут быть и несколько проектов семестра. Начиная со второго курса, наши студенты выбирают направление, по которому они хотят специализироваться. У нас каждый семестр есть так называемые элективы, это курсы по выбору, то есть из 10 предметов вы выбираете один. Подавляющее число этих элективов – это то, что читают наши компании-партнеры. Например, вот во втором курсе, в первом семестре, вы выбираете веб-разработка Python, веб-разработка Ruby, Java, .NET-корпоративная разработка, введение C++ для робототехники, C++ для интернета вещей, введение в разработку игр, мобильная разработка iOS, мобильная разработка Android. И дальше у вас каждый семестр есть элективные курсы, которые вас специализируют. В целом, весь второй курс по факту направлен на то, чтобы вы к его концу стали таким специалистом, который может проходить собеседование на джуниор-разработчика, на младшего разработчика в компании. И многие наши студенты как раз-таки, они примерно в период конец второго курса, начало третьего находят свою первую работу. На третьем курсе у вас идет подготовка, она сначала инженерная, там появляются предметы такие, как операционные системы, параллельное программирование, информационная безопасность. А в то же время семестр весенний третьего курса, он посвящен такому жизненному циклу IT, потому что там будут предметы архитектура, управление проектами предпринимательства, управление качеством и тестированием. И это фактически освещение всех этапов разработки по как раз та самая программная инженерия. И самое интересное, по этим предметам идет интегральный проект, который вам позволяет связать воедино все знания в рамках каждого предмета и, собственно, ну, стать к концу третьего курса уже таким цельным специалистом. Ну, а четвертый курс, мы вот недавно буквально с руководительной программы так называли его, что это «Что еще есть в IT?» То есть это уже знакомство с другими технологиями, которые есть, возможность получить какую-то дополнительную квалификацию, подготовить себя к дипломной работе, ну, и, может быть, сделать какой-то шаг уже в сторону тематик магистратуры. Вот. Повторюсь, что наши компании-партнеры с нами работают, начиная уже со второго курса, но при этом на информатике первого курса тоже большая часть преподавателей — это специалисты, которые параллельно работают в компаниях, это «Банк России», «Флэтстек», «Технократия», «Датаарт», «ICL Services», «Тинькофф», «Сбер» и многие-многие другие компании. Полный список есть на сайте. Не полный список есть на сайте, на самом деле. Вот. И они всегда нам дают фидбэк. И когда к ним приходят студенты, вот я просто говорю «Кейс», буквально полгода назад одна компания написала «Слушай, от вас начали приходить там по такой технологии ребят, которые не знают того-то». Мы сразу у себя некую работу провели, поняли, почему это так, и что-то поменяли. Сейчас даже на сессии мы какую-то вещь спрашиваем активнее, потому что такой фидбэк пришел с компанией. Вот таким вещами мы занимаемся, такое у нас взаимодействие. Поэтому приглашаем вас стать частью нашей большой дружной семьи ТИС. Ну, наверное, еще стоит рассказать, что у нас существует три языка программирования, как основа базовая. Ну, да. На самом деле это скорее про выборность, да. То есть на самом деле то, что я говорил про курсы по выбору, а выбор уже наш студент совершает еще раньше. То есть на первом курсе, даже на предмет информатики и программирования, вы выбираете, на каком языке вы будете обучаться в течение двух лет по этому предмету. Это исторически с 11-го года была Java, с 16-го года у нас появился .NET, ну, а с 20-го года мы добавили Python. Таким образом, у нас три потока обучения информатики, вот Python, Java и .NET. Хотя это не означает, что вы закреплены, то есть вы можете через семестр перевестись в другую группу при наличии свободных мест, или через год выбрать курс по выбору по другой технологии. Например, питонисты могут пойти на Java, а джависты на .NET. Это уж как кому захочется. Ну, основной язык программирования два года, если он выбрал, например, Python, то есть он и продолжает учиться, просто получает дополнительные компетенции по другому языку. Но Python, Python урось, я хочу сказать, потому что, например, на втором курсе идет у нас веб-разработка, и там кроме Python идет еще JavaScript, значит, какие-то фреймворки для клиентской части. Если это Java, то тоже это могут быть другие языки, которые нужны для конкретных задач. То есть у меня, у нас вообще, например, лекцию питонистов-джавистов в первом году, они вот пока были не разделены, для того, чтобы люди знали какие-то взаимные вещи в языках и были более широкими специалистами. Но подробности можно много еще рассказывать. Я, пожалуй, не буду очень сильно грузить наших слушателей. Поэтому, если... Вот интересен еще такой вопрос по поводу как раз-таки трудоустройства и как работают уже во время студенчества, то есть как реагируют на это преподаватели, потому что есть такие, которые наоборот, ну, берем все вузы России, есть такие, которые против того, чтобы студент работал во время обучения, и куда дальше вот может такой специалист пойти? Ну, во-первых, так получается, что нам глупо занимать позицию, в которой мы запрещали бы студентам работать, если мы реально все 4 года тратим на то, чтобы они были специалистами, и их компетенции уже позволяют это делать на младших курсах. То есть я говорю про работу именно по специальности. Студент, который идет работать по специальности, он принимает на себя некие риски, да, то есть он берет дополнительное свое время на то, чтобы все это совместить. Что касается, значит, преподавателей, большая часть наших преподавателей, ну, опять же, вопрос же не в том, работать не работает, а в том, что, например, из-за работы он может пропускать занятия, а к этому отношения у разных преподавателей разные. Некоторые наши студенты... Ну, тут стоит, наверное, разграничивать, то есть есть работа по специальности, а есть работа условным официантам. Да, но мы говорим только про работу по специальности. Да, про специальности. Да, мы говорим только про работу по специальности, все, что говорят, про работу по специальности было. Хотя на самом деле, на первом курсе я знаю, что вот мне вчера сдавал студент экзамен, но он говорит, я говорю, а почему не ходил, у меня в субботние пара была, почему не ходил, он говорит, ну, вы знаете, у меня такая ситуация в семье, я вот уезжал там к себе в город и помогал отцу электрикам работать, я с ним вместе работал. Вот, то есть он, конечно, на мои занятия пропускал иногда, но в то же время я не могу не оценить его такой волевой дух. Но я вам посоветовал все-таки на учебу сконцентрироваться, чтобы он работал в Казани по специальности без отрыва от учебы. Так вот, некоторые наши студенты, они с преподавателями договариваются о том, что они должны сделать, если они будут пропускать некоторые пары. Но преподаватели, разумеется, не все это любят, потому что когда-то к ним приходят, слушайте, я на вас ходить не буду, потому что я работаю, я такой молодец, я уже работаю, получаю там столько-то. Но если попросить, скажем так, с должным уважением и вниманием и выполнить то, что требуется по проекту, то по большей части предметов это закрывается. Что касается других предметов, всегда есть такие преподаватели, которые, допустим, говорят, нет, ходить, потому что баллы зарабатывают на занятия и так далее, но их меньше, и это уже то, что я говорил про второй профиль. То есть все равно есть какие-то жесткие точки, но компании понимают, когда к ним приходит студент. Тут надо отдать должное компаниям, которые сейчас очень гибкие в плане работы со студентами. Я помню, что еще лет 8 назад компании говорили, полставки, нет, мне не нужно. А сейчас они готовы это рассматривать, потому что студенты – это ценность, это будущие IT-специалисты этой же компании. И поэтому у компании отношение к студентам тоже. Ну хорошо, мы тебя отпустили на сессию, у тебя контрольная, хорошо, ладно, но потом придешь, закроешь задачи. То есть главное ввести в компанию эту коммуникацию, да, студент может свое расписание занять, вписать в деятельность этой компании. И в заключение этого вопроса я хочу еще отметить такой момент. Статус студента, он защищает его от того, чтобы к нему относиться как к взрослому. В каком смысле? Когда студент работает в компании, и он, допустим, ну что-то не успевает, или ему надо на сессию, компания отпускает, и она понимает, что он студент. Некоторые наши студенты бывают в конце второго курса, они говорят, слушайте, ну я вот уже работаю, о чем мне учиться продолжать? Вот там Цукерберг же не закончил вуз, Билл Гейтс же тоже там не закончил и так далее. Но проблема в том, что есть много причин, по которым такое решение об уходе из университета принимать не надо, потому что, во-первых, как я сказал, это 4 года вашего права на ошибку. В университете за ошибку вы получите максимум плохую оценку. В компании вы за это получите гораздо большие проблемы. За 4 года вы еще и социализируете. То есть сами подумайте, за это время ваши же сверстники, причем достаточно в большей степени квалифицированные ребята, тоже самоопределяются, выбирают компании, работают, делятся с вами этой информацией, говорят, я туда пошел работать, там вообще класс, а я пошел туда, мне там не понравилось. И вы пока находитесь в студенчестве, вы этот обмен опытом получаете. Плюс вместе с нашими другими институтами у нас есть проекты по междисциплинарным занятиям, когда они ходят вместе на курсы по экономике, по праву, по философии, технологии мышления, по другим предметам. И в этом же студенчестве вы видите других людей из других сфер, что делает вас более ценным в плане того, что вы понимаете, что есть другие люди с другими точками зрения, другими взглядами на жизнь, и что с ними нужно считаться. И это в этой сфере тоже незаменимый талант. Поэтому вот это все дает университет. Я поэтому очень рекомендую, когда вы уже получили работу, хорошую зарплату, и вы даже видите свою карьеру дальше, доучитесь, это не так проблемно, всегда можно доучиться. Хорошо, у нас стоит не так много времени, но вопрос в инстаграме у нас есть еще один, думаю, стоит его задать. На официальном сайте уже обновленная информация о проходных баллах? Проходные баллы не могут быть обновлены, потому что проходной балл высчитывается по результатам ЕГЭ, который будет только сдан в мае, соответственно, июне этого года. Это, скорее всего, имеется в виду 2021 ЕГЭ. Да, то есть у нас на сайте актуальная информация по проходному баллу на 2021 год. То есть проходной балл – это балл, который фиксируется последним человеком, который попал в приказ на бюджет. Нет, я думаю, это вопрос именно, что они думают, что это будущее. Нет, это не будущее, это именно прошлый год. Университет не устанавливает. Университет не устанавливает проходные баллы. Эти баллы определяются сугубо уже по фактическим результатам, которые будут в ЕГЭ у наших предприятий. То есть это фиксация, фиксация приемной кампании, которая завершилась. Да. Ну, проще говоря, по баллам. Занимайтесь лучше, набирайте сотки, и проблем не будет. Ну что ж, предлагаю на этом уже закончить. Спасибо. Большое спасибо, коллеги, что к нам пришли. Надеемся, еще с вами увидимся. Как минимум, ну, 2-3 InstaLive уж должны мы с вами вместе провести. Это был InstaLive для Института информационных технологий и интеллектуальных систем. Еще увидимся. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!